Всем привет, с вами Орбекс. И да, скоро все смогут продавать свои аксессуары в каталоге Роблокса и зарабатывать робоксы. Смотрите это видео до конца, так как здесь вы узнаете, как создавать и продавать свои аксессуары в Роблоксе. Если вы не знали, то программа, в которой обычные пользователи продают свои аксессуары, называется UGC. И многие люди зарабатывают на этой программе миллионы робоксов, а может и миллионы долларов. Чтобы вступить в эту программу на данный момент, нужно подать заявку на участие. Это что-то вроде конкурса, но если вы выиграли конкурс, то вы сможете продавать не только обычные аксессуары, но и лимитированные предметы. Но об этом немножко попозже. Сначала я предлагаю создать ваш аксессуар. Это очень важная часть, так как вы не сможете выиграть в этом конкурсе, если вы сделаете обычный куб. Давайте начинать. Сначала я хочу сделать экструль для нашего аксессуара. Я хочу сделать что-то вроде лица с гличами по типу этого. Поэтому давайте зайдем в фотошоп или в любой другой графический редактор. И нарисуем наше лицо. Сначала я хочу закрасить весь фон в черный цвет. Берем инструмент заливка и закрашиваем. Теперь нам нужно добавить новый слой. В правом нижнем углу нажимаем на данную кнопку. Теперь нам нужно взять инструмент квадратное выделение и сделать прямоугольник. Делаем его таким, каким вы хотите. Это будет наш будущий глаз. Теперь снова выбираем заливку. И на этот раз закрашиваем все в белый, ну или в другой цвет, который вы хотите. Теперь мы должны скопировать данный слой данный глаз. Поэтому зажимаем кнопку мыши на данном слое и перетаскиваем его вниз. Теперь нам нужно перенести новый слой под старый. Затем мы должны кликнуть по слою два раза, чтобы у нас открылись его параметры. В данной настройке ставим цвет на зеленый или на любой другой цвет, который вы хотите. Теперь мы можем перенести данный слой немного ниже под белый квадрат. Для этого нажимаем сочетание клавиш Ctrl плюс T. Сейчас мы можем легко перетаскивать наш слой или даже увеличить его. Ставим глаз как вы хотите. Теперь мы должны сделать второй глаз. Клавишей Shift выделяем все слои и копируем их. Теперь перетаскиваем их в сторону. Устанавливаем по вашему усмотрению. Ну вот и всё. Мы сделали нашу текстуру и теперь мы можем перенести её на нашу 3D модель в блендере. Но сначала её нужно сохранить. Нажимаем на файл и кликаем сохранить как. Выбираем формат PNG и даём название нашему файлу. Перед тем как мы будем моделировать и накладывать нашу текстуру на модель, мы должны скачать голову из Roblox Studio. Ведь я напоминаю, что мы делаем что-то вроде этого лица. Поэтому мы заходим в Roblox Studio. Сейчас нам нужно добавить обычного манекена. Заходим в раздел Avatar и кликаем по Ring Builder. Выбираем например классического R15. Как видите у нас появился обычный манекен. Dummy по-английски. Заходим в список всех его частей и удаляем всё кроме головы. А в самой голове также удаляем всё, ведь нам нужен только обычный мэш. Наша голова готова. А теперь в её позиции, где она находится, ставим всё на 0. Ведь только так она появится в самом центре блендера, когда мы будем экспортировать её туда. Готовы, теперь кликаем правой кнопкой мыши по Ring и выбираем Export Selection. Делём название нашему файлу и переходим в Blender. Блендер 3D абсолютно бесплатный и его можно скачать на официальном сайте. Ссылка будет в описании. Если что, Блендер это программа для 3D моделирования. Здесь можно сделать анимацию, картинку и так далее. Заходим в программу и удаляем этот куб, ведь он нам не нужен. Нажимаем на файл и выбираем Import, чтобы добавить в нашу модель. Кликаем на Wavefront OBG и ищем нашу модель. Вот собственно наша голова. Давайте наложим на неё текстуру, которую мы сделали в фотошопе. Перемещаемся вот в этот раздел и добавляем новую текстуру, кликая на кнопку New. В параметре Base Color жмём на жёлтый кружок и выбираем Image Texture. Кликаем на New и ищем наше лицо. Как видите, сейчас мы не можем видеть нашу текстуру. И для этого, чтобы это исправить, нам следует нажать на этот значок в правом верхнем углу. В этом режиме мы можем рассматривать текстуры. Как видите, наше лицо очень плохо лежит на голове. Или вообще не лежит. Чтобы это исправить, нужно правильно её наложить. Для этого заходим в View of Editing. Здесь нам снова нужно выбрать режим для просмотра материалов. Для удобства поставим нашу камеру вот в такое удобное положение. Ну а стой, я забыл сделать ещё одну деталь. Чтобы лицо было только на одной стороне головы, нам соответственно нужно наложить её на одну сторону. Для этого переходим в режим моделирования и здесь нам нужно выбрать два режима. Первый находится в левом верхнем углу и тут нам необходимо выбрать этот значок. В правом верхнем углу выбираем этот режим, чтобы видеть все меши. Ровно ставим камеру и выделяем ровно половину. Возвращаемся в View of Editing и теперь на клавиатуру кликаем на английскую букву U. И в окне, которая только что появилась, кликаем на Project from View. Теперь меши, которые мы выделили, отображаются у нас на экране в левой панели. Чтобы выделить все меши, кликаем на английскую букву A. Теперь клавишей S мы можем увеличить голову. А инструментами на левой панели поместить её в нормальное положение. Ну, наше лицо готово, но мы на этом не останавливаемся. Как видите, на других аксессуарах есть данная обводка. И куда бы вы ни посмотрели, обводка всегда будет на месте. Чтобы сделать что-то подобное, мы должны копировать нашу голову. Копируем сочетанием клавиш Ctrl D. Теперь нам нужно слегка увеличить её клавишей S. Перед тем, как сделать из этой головы обводку, мы должны закрасить её в зелёный цвет или в любой другой, который у вас есть. Как видите, у нас на лице уже есть немного зелёного цвета. По старой схеме заходим в View of Editing, выделяем всё клавишей A, View, Project from View. И уменьшаем нашу голову и ставим её в зелёный цвет. Что же, давайте теперь сделаем из нашей головы обводку. Заходим в режим моделирования и нажимаем сочетание клавиш Alt, плюс N, нажимаем Flip. Но как это работает? Теперь в нашем модели отображаются только задние меши. Так вы говорите Роблоксу, чтобы прогружались только задние части объекта. Ну, теперь настало время экспорта нашего аксессуара в Роблокс Студио и продажи в каталоге. Нажимаем на экспорт и выбираем Wavefront OBG. Даем название нашему файлу и переносимся в Роблокс. Мы вернулись и для добавления нашего предмета мы должны добавить Mesh Part. Чтобы добавить модель, которую мы сделали в Blender, нужно кликнуть на Mesh ID и добавить нашу модель. Соглашаемся ли нет с этими галочками и вот наша голова. Пока что на ней нет текстуры, чтобы это исправить, нужно добавить её в Texture ID. Вот и всё, наш товар готов. Но перед тем, как отправить наш аксессуар на конкурс и в дальнейшем зарабатывать Роблоксы, придётся сохранить аксессуар в виде файла. А тип файла будет аксессуар. Сначала нам нужно открыть плагин под названием Asset Creator, ссылка будет в описании. Но перед этим нам нужно добавить обычного манекена, такого же, какого мы добавляли, чтобы скачать голову. Нам нужно правильно установить наше лицо на гуманоида. Когда аксессуар хорошо лежит на игроке, мы можем перейти к плагину. Открываем и повторяем мои действия. Тип аксессуара, далее, кликаем на нашу модель, опять кликаем на Next. Теперь кликаем на игрока и выбираем тип аксессуара, в моём случае это шляпа, то есть Head по-английски. Жмём на Classic. И вот у нас появилась вот такая вот большая голова, и теперь нужно подогнать её под размер. Вот и всё, теперь снова кликаем на Expert Selection в настройках нашей головы. Мы сохранили наш файл и теперь готовы отправлять заявку. Ссылка на этот конкурс будет также в описании. Ну а сейчас только меньшинство игроков может выкладывать свои аксессуары и продавать их. Чтобы получить одобрение заявки, нужно быть либо супер креативным экспертом в моделировании, либо популярным блогером, ну либо владеть какой-нибудь корпорацией. Например, недавно Дуолинга выложила свои аксессуары. Но на RDC 2022 года это мероприятие, на котором Роблокс анонсирует изменения. Основатель Роблокса сказал, что совсем скоро абсолютно все смогут продавать свои аксессуары и даже лимитированные предметы. Ну и на этом всё. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Продолжение следует...